Ингушетия успела стать второй родиной для многих национальностей. Армяне, дагестанцы, украинцы, турки и не только. Для всех гостей и жителей подготовили настоящее гастрономическое путешествие. Отведать и отдать свой голос за самый вкусный узбекский плов выстроилась целая очередь. Меньше чем за час от полного казана не осталось ничего. Съели его намного быстрее, чем приготовили. И тут дело в фирменном рецепте. Сначала масло, потом мясо пожарить, потом лук пожарить с мясом, потом морковку. И водой налет, сварит. Варится где-то час, потом морковку, а потом сверху рис закинет, вода. Вес воды испарится, потом закроет. Развернуть надо два-три раза. Вот так где-то час-полтора, вот так лох будет готов. В День Единства можно наблюдать все преимущества многонационального региона. Патриотизм, любовь к своей родине, самопожертвование ради светлого будущего своего края. Эти ценности, объединяющие народы России, на протяжении многих лет подчеркиваются этим общим праздником. Все народы, проживающие в Ингушетии, славны своей дружбой и готовностью выручить друг друга в любой ситуации. Вы знаете, сегодня такой солнечный день, такая прекрасная погода и такой замечательный праздник. День Единства всех народов. Всех народов. Вы знаете, в нашей республике я живу с 60-го года. И столько людей разных национальностей у нас проживает. И надо сказать, все как одна семья. Все добрые, все отзывчивые. Вот с 60-го года я не могу назвать ни одного человека, который бы перешел дорогу, который бы сказал какую-то неправду, совесть, благородство, достоинство. Вот те качества, которые украшают наш ингушский народ. Сегодня, не покидая город, можно совершить путешествие и познакомиться с культурой разных народов. Они представлены на празднике традиционной кухней, музыкой и ремеслами. Все, кто пришел на праздник, могут ощутить национальный колорит сразу нескольких народов. Целые экспозиции представлены на выставке умельцев. Особое внимание привлекают картины из рыбьей кожи. А глядя на эти многовековые ингушские башни, сразу и не скажешь, что это ручная работа. Вот здесь у нас изделия для гостей наших, для туристов. Сегодня хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить с Днем Единства всех жителей республики и соседних республик. Здесь полностью наши работы Дома народного творчества. Резьба по камню, резьба по дереву, отливные материалы. Мы пользуемся скульптором. Материал есть такой скульптор. В основном он вырезается хорошо, режется хорошо, отлично. Эта картина Эрзи, она выполнена из рыбьей кожи, из кожесемки. Практически все работы выполнены из рыбьей кожи, из кожесемки. Кожу я беру из фильма Шади. Много ли времени уходит на это? Допустим, возьмем вот эту картину, за пример. За эту картину я примерно за неделю сделала эту картину, да. Было бы настроение, желание, все остальное приложится. Мероприятие посетил и глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов побывал почти в каждом шатре. Отведал лепешки и национальную халво. Пообщался с диаспорами региона. Журады, да, чисто журады. В детстве мама делала очагу на ключе, из болтовой дыринь. Попробуйте, очень вкусно. Особое внимание руководителя субъекта привлекла выставка картин из рыбьей кожи. Наверное, реально. В интернете. В интернете, да? Это наши города. Наверное. Или кавказские просто. Просто кавказские. Но точно не наши. Ну, очень так, юристично. Немногие знают, что это праздник в честь событий четырехвековой давности, когда люди разной веры и национальности под знаменами освободили Москву от польских интервентов, положив конец смутному времени. Народный подвиг, который стал началом восстановления российского государства. Сегодня с исторической, этнографической, социологической, то есть все гуманитарные науки, если вы возьмете, и особенно царицу наук философия, когда Вячеслав Соловьев сказал, что выступает за все единство народов России, он был прав, и его точка зрения чрезвычайно актуальна и сегодня, потому что мы собрались, как вы видите, при сияющем солнце, голубом небе. Свобода души. Очень много маленьких детей, школьников, студентов. Сам Всевышний говорит нам, объединяйтесь между собой, уважайте друг друга, прощайте друг друга все невзгоды и какие-то недостатки, которые мы проявили по отношению друг к другу. И тогда окружающий мир откроет вам всю свою красоту. В этот солнечный прекрасный день мне бы хотелось поздравить всех жителей нашей республики с Днем Народного Единства. Это в первую очередь праздник дружбы для меня, дружба всех народов, населяющих нашу великую родину, Россию. Поэтому хочу от всего сердца поздравить в первую очередь Ингушетию, всех жителей Ингушетии с этим замечательным праздником. Пусть всегда будет мир, пусть всегда будет братство, пусть всегда процветает все самое хорошее, а любое зло на корню все иссякает. От настоящего к будущему. Молодежь Ингушетии – это фундамент, на котором держится развитие республики в социальном направлении. Новое поколение перенимает опыт взаимоподдержки от старшего поколения. Никто из них никогда не делит людей на национальности. Здесь очень часто звучит «Мы едины». У меня есть друзья разных национальностей, и я отношусь к ним так же, как и ко всем. Я не разделяю национальности, потому что для меня весь народ один, народ един. Сегодняшний день – это день народного единства, день, когда все народы сплоченные и дружны. И в этот день я хочу пожелать всем счастья, здоровья и мирного неба над головой. Пока на улице проходит один праздничный концерт, жители Ингушетии поджидают другой, уже внутри Дома культуры. К гостям праздника обратился глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Он отметил достижение народов в развитии региона и страны, в укреплении межнациональных отношений. Уважаемые друзья, сердечно поздравляю вас с государственным праздником, Днем Народного Единства. Этот всенародный праздник впервые отметили в России 4 ноября 2005 года. Он установлен в честь памятной даты истории Отечества, связанной с важнейшими историческими событиями в жизни России – освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году. Смысл праздника в том, что именно благодаря единству народа наша страна преодолела самые серьезные кризисы, которых было немало в ее сложной и великой истории. Единственное национальному народу великой России необходимо и сегодня, когда усложнились ситуации мировой экономики и политики. В такое непростое время, как всегда, на первый план выходят лучшие качества нашего народа. Искренний патриотизм, уважение к традициям прошлого, спокойствие и твердость духа. Нам особенно важно объединиться против разжигания межнациональных конфликтов и террора. Мы должны сосредоточить свои интеллектуальные и творческие организационные усилия, чтобы между народами и республиками России царил мир, дружба и процветание. И это в наших силах. Другого пути не дано. Только стремление к межнациональному миру, согласию и созиданию являются надежной основой настоящего и будущего России. И у нас есть хороший повод сделать большой шаг вперед в этом направлении. В марте 2020 года мы отметим 250-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России. В День народного единства предлагаю дать старт историческому проекту «Моя Ингушетия». В рамках проекта мы будем собирать и анализировать исторические факты, рассказывать об истории семьи, рода, народа Ингушетии, проводить открытые лекции и конкурсы для жителей республики. И самое главное, что в этой программе сможет принять участие каждый житель республики. В День народного единства важно отметить, что мы должны делать все возможное для усиления духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. Для этого у нас есть хорошая основа и устоявшиеся традиции. История Ингушетии – это хроника подвигов наших предков, мужественных и стойких людей, для которых служение Отечеству было высшим долгом. В развитии Ингушетии вносит свой вклад весомый вклад каждой из десятков проживающих здесь народу. Мы живем большой дружной семьей, уважая ценности и культуру каждого народа. У нас есть все условия для уверенного движения вперед. Мы с оптимизмом смотрим в завтрашний день. Ключевым условием наших успехов является единство и согласие. Создание в республике гражданского общества с эффективно работающей исполнительной и законодательной властью. Конструктивные сотрудничества с политическими партиями и общественными движениями. Консолидация всех конструктивных сил, объединение людей доброй воли, дальнейшее укрепление единства нашего народа. Является важнейшим условием социально-экономического и духовного, культурного развития нашей любимой Ингушетии. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас и желаю вам благополучия, оптимизма и новых свершений во благо Отечества. С праздником вас! В основе этого государственного праздника лежит глубокое уважение к гражданскому подвигу народа и греческой истории нашего Отечества. Эта дата символизирует глубокие исторические традиции, единение многонационального российского народа для достижения общих усилий во имя процветания страны. Праздник, который нас сегодня здесь в этом зале собрал и который катится по всей нашей необъятной стране, он такой же юный и свежий, как те дети, которые вот у нас сидят в первом ряду. И за ними будущее, и за этим праздником тоже будущее. Какие бы только катаклизмы история нам не преподносила, наши предки всегда умели найти самое ценное, что нас объединяло, это наше единство. Праздник свободы и национального единства, символ сплощенности и силы. Люди пришли сюда с друзьями и знакомыми, целыми семьями. Танцы, песни и мотивы, согревающие душу, все наслаждаются концертной программой. Повсюду слышны знакомые всем с детства слова «Россия, Родина, мы едины». Но сегодня они особенно актуальны. В любой из 365 дней в году ингушами может праздноваться как День народного единства. Именно это качество всегда было присуще нашему региону. На территории России проживают 195 народов и народностей, которые относятся к десяткам религиозных течений и межнациональный мир – основа суверенитета страны. Поздравляю всех с Днем народного единства. Праздник – это новый. Но я думаю, праздник сферизирует то, что здесь народы, которые проживают на нашей стране большой, всегда могли быть едины вместе в разное время, в разной властью. Но всегда их что-то объединяло. Несмотря на какая была идеология, была раньше царская Россия, потом советская. Сейчас новая Россия. И очень бы хотелось, чтобы единство было и консолидация общества была в республике Ингушетия. Я поздравляю отдельно республику Ингушетия. Надеюсь, что они пойдут в Новый год, консолидированные вместе. Для ингушского народа, который бок о бок шагает с Россией вот уже почти два с половиной века, выражение «в единстве наша сила» – не просто слова. Девиз этого большого праздника для нашей маленькой республики давно стал символом исторического прошлого, настоящего и будущего. Зелимхан Калоев, Светлана Томова, Лейла Измайлова, Джамалел Тамасханов и Адам Далаков. Новости 24.